Выбираем оригинальные, потому что они работают, проверили, все показывают, прибавки урожая здесь. Я главный агроном Ливенца Сергея Викторовича, предприятие АПК Черноземья, филиал Северный. Предприятие находится в Курской области, это Железногорский, Дмитриевский и Канышевский район. Доля рапса у нас 2800 гектар в данный момент. Севооборот, у нас принят соя, кукуруза, чмень, пшеница, азим и рапс, потом опять пшеница, еще раз азим и рапс и пшеница. Под рапс, разумеется, мы вносим амафос калий, это сложное удобрение с осени. Также у нас, если это азимы, это центнер сульфата перед посевом и подкормка, разумеется, центнер селитры. И весной по вегетации, разумеется, 3 центнера аммиачной селитры. Амафос калий, это по агрохимовследованию, на некоторых полях не требуется. К тому же у нас бывает еще внесение органики. Там тоже идет корректировка с учетом коэффициентов использования, то есть рассчитывается балансным методом. Яровой рапс только клеофилд, потому что по другим это проблема с сорняками. В основном это у нас редька, она взабивает его очень сильно. Основной выбор пользы и бредов по системе клеофилд, самая простая система борьбы с сорняками. Азим и рапс, чем нам нравится, мы уходим от светоеда и от множества вредителей. И также еще закон о пчеловодстве. Преимущество системы клеофилд мы видим в том, что это самая простая система борьбы с сорняками. То есть кроме рапса не остается ничего. Если обычные линейные гибриды выращивать, то возникают проблемы с редькой. В основном редька забивает так, что в поле рапса не видно. Поэтому мы перешли с классических гибридов на клеофилд. По системе клеофилд работаем гербицидом на пасаран, плюс даш. Его мы ни с чем не мешаем, применяем его в чистом виде. Также потом у нас идет карамба, регулятор роста. По весне сначала мы вносим регулятор роста в карамба. И потом по началу цветения у нас идет фунгицид пиктор. Мы выбираем оригинальный, потому что они работают. Действительно работают. Проверили, все показывает. Прибавки урожая есть. Все замечательно. Карамбы работали две недели назад. Как мы видим, точка роста придавлена. Главный стебель еще не стартанул. Очень хорошо отработал препарат. Все замечательно. Карамбой мы работаем один литр на гектар. Это с осени и также по весной, по вегетации тоже мы применяем один литр на гектар. Препарат работает хорошо, как мы видим. Надеемся на хорошую перезимовку рапса. Пировой рапс мы получили 27,7 центнера, а зимой 37,8 центнера. Это в среднем на круг, мы слышали. Соблюдение технологии. Правильное внесение удобрений. Вовремя посеять, вовремя обработать. И как бы и все. Главное все сделать вовремя и качественно. Применяли на евровом ячмене. У нас был опыт. То есть мы взяли и протравили ячмень. Своим протравителем, который использовали раньше. И также протравили систибой. Был даже визуальный эффект того, что прибавки урожайности по ячменю. Он очень хорошо себя показал. И по болезням, и по развитию ячменя. То есть и корними гнили. Все. Поэтому мы перешли на систибу. Корневые гнили с сетчатой пятистностью. В основном. Когда мы его применяли, первый раз на опыте. Ожидание. У меня были такие, как бы сказать, фунгицид. Да фунгицид как бы. Будет все как обычно. Потому что это не удобрение, как думаешь, когда удобрение сыпанует. А как оказалось, результат был хороший. Сложности при применении препарата систиба, но их не было. Нам понравилось то, что менять технологии нам особо ничего не пришлось. Мы просто заменили протравитель свой на систибу. И все. БАСФ. Мы создаем химический.